на протяжении тысячелетий даже предположение о том что в различных местах время может идти по-разному не рассматривалась всерьез люди были уверены что ход времени это константа все изменилось в 1905 году когда альберт эйнштейн представил миру специальную теорию относительности а позже в 1915 году общую теорию относительности перевернув мировую физику с ног на голову изначальная работа эйнштейна носила имя к электродинамике движущихся тел теорией относительности она стала позже когда научный мир понял насколько точно работа ученого описывает принцип относительности который мучил ученых с античных времен не углубляясь в сложные вычисления и формулы мы вспомним основные постулаты теории эйнштейна касающихся свойств пространства времени а пространство и время по теории относительности не отделимы друг от друга в данном случае нас интересуют два вывода теории пространство время искривляется под воздействием гравитационных полей а у любого движущегося объекта можно наблюдать эффект называемый релятивистским замедлением времени получается в движущемся с ненулевой скоростью теле все физические процессы будут идти медленнее чем если бы это тело покоилась то есть если вы например летите в самолете а ваш друг остался дома то ваше время станет идти медленнее конечно на практике не вы не ваш друг разницы не почувствуете ведь она составит миллиардные доли секунды но если разогнаться до скорости значительно большей чем скорость самолета то разница во времени для вас и вашего друга будет намного большей один год на космической ракете летящий с околосветовой скоростью может быть равен нескольким сотням земных лет но это не означает что если бы вы сели в такую ракету и разогнались до огромной скорости то испытали бы эффект слома для вас время текло бы как обычно но если бы наблюдатель стоящий на земле мог видеть часы в кабине летящей ракеты то ему казалось бы что время на них идет медленнее с другой стороны если бы вы видели в иллюминатор часы обычного земного жителя то вам бы казалось что они идут медленнее ваших а все потому что если бы вы находились в ракете эта земля со всеми ее жителями двигалась бы относительно вас но почему же не все жители земли испытают эффект замедления времени а только лишь космонавт это можно объяснить тем что он испытывал процессы ускорения находясь в ракете а значит системы отчета для земли и космического корабля были неравноправными земля летела равномерно и прямолинейно а ракета испытывала влияние ускорения но что если речь идет о более массивных объектах например о нашей земле действительно ее массы достаточно чтобы искривлять вокруг себя пространство время так сильно что мы можем увидеть данную разницу используя современные приборы чем ближе к массивному телу тем сильнее его гравитационное влияние а значит медленнее идет время данное утверждение было проверено в ходе множества экспериментов а временные сдвиги учитываются при передачах информации между землей и спутниками связи на самом деле вы можете проверить это сами в любой момент одним из выводов теории относительности является то что в гравитационном поле свободно падающее тело движется равномерно и прямолинейно ударьте по футбольному мячу сначала он полетит вверх а затем упадет вниз на землю на самом деле траектория меча абсолютно прямая а падает он на поверхности за искривление пространство времени в какой-то момент траектории земли и меча пересекутся получается что однозначное утверждение о том что время в космосе всегда идет медленнее или всегда идет быстрее быстрее неверно в разных уголках космоса она будет идти по разному где-то быстрее а где-то медленнее вблизи например черных дыр она будет существенно замедляться а в межгалактическом пространстве вдали от звезд и планет наоборот идти быстрее кроме того при вычислении времени для какого-либо объекта важно учитывать и его скоростные параметры теперь мы точно можем сказать что на орбите земли время должно идти быстрее чем на поверхности ведь мы находимся на большем удалении от массивного объекта то есть нашей планеты для подтверждения выдадим абсолютно синхронно идущие атомные часы космонавту и вам сверив их перед запуском ракеты куда же отправить космонавта конечно же на мкс международную космическую станцию представим что прожив целый год на орбите и вернувшись домой космонавт первым делом не прошел медицинские проверки и не повидался с семьей а сверил время с вашими атомными часами с удивлением вы обнаружите что часы космонавта отстают его время шло медленнее как такое возможно ведь он находился на большем расстоянии от массивного объекта чем мы спасибо за внимание ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал твои новости здесь всегда вас ждут самые интересные факты и события мира